О важных достижениях и проблемных вопросах за полтора часа. Депутат Госдумы по избирательному округу 158 от Самарской области Александр Хинштейн подвел итоги работы в Думе седьмого созыва. По его словам, больше всего жителей Самары волнует вопрос застройки исторического центра. Не требуется сегодня какого-либо законодательного регулирования или изменения для того, чтобы решить проблемы сохранения исторического центра Самары. Мы обсуждали эту ситуацию и накануне с губернатором, и в целом эту тему мы с ним проговариваем достаточно регулярно. На сегодняшний день у нас нет примеров, когда комиссия по застройке и землепользованию города и городские власти согласовывали бы какие-то высотные объекты, за одним исключением, если эти объекты в историческом центре не связаны с решением проблем манутых дольщиков. Но на сегодняшний день, повторюсь вновь, я благодарен и признателен коллегам из городской думы Самары и администрации города, которые стоят на защите старого города и не идут на уступки застройщикам. В продолжении темы городского благоустройства Александр Хинштейн рассказал о ходе реставрации знаменитой усадьбы «Дом со слонами». По нашим расчетам «Дом со слонами» все реставрационные работы мы должны завершить к 2023 году. Также депутат выразил свое отношение к запрету купаться в необорудованных местах, где не проверено дно и нет спасательных постов. По поводу пляжей. Вчера как раз мы с главой города обсуждали ситуацию, что я вижу и сообщения, и публикации. Значит, какая позиция у главы города в том, что никакие ранее доступные пляжи сегодня не закрываются. То есть и в текущем году, как и в предыдущем разрешается купание только в определенных и отведенных для этого местах, там, где есть организованный пляж. Насколько я понимаю, там залога, там, к сожалению, организованных пляжей нет. И не было никогда. Также Александр Хинштейн представил цифровую карту полезных дел по своему избирательному округу. Сейчас на ней 684 отметки. Это и те проекты, над которыми он трудится сейчас, и уже реализованные кейсы. Ольга Хомракулова, Максим Гусев. События.